Два года муниципальный форум «Управдон» проводился онлайн из-за антиковидных ограничений. Вот теперь активные жители могут задать свои вопросы непосредственно на встрече. Тем более, что состав спикеров на первом в этом году собрании был довольно внушительный. Представители рекоператора Каширский, Государственной жилищной инспекции, МОСОВЛ ЕИРС, администрации, газового хозяйства, а также управляющих компаний. Когда, где какие субботники будут, где какие больные вопросы после зимы, где что повреждено, жители могут задать представителям администрации эти вопросы. И также очень злободневная тема – это безопасность газового оборудования. С конца прошлого года в муниципальных квартирах за счет городского бюджета начали устанавливать сигнализаторы загазованности. Собственникам квартир также рекомендуют установить такие устройства. Они бывают двух видов. Первые при утечке издают резкий звук, но не отключают подачу газа. И есть с отечным клапаном, то есть там действует, конечно, принцип такой более, скажем, обеспечивающий безопасность, на мой взгляд, по крайней мере. То есть тогда, когда срабатывает сигнал, клапан в течение 15 секунд закрывает подачу газа. То есть утечка уже дальше не происходит. С 1 апреля в Ленинском городском округе стартует месячник по благоустройству, в ходе которого будут приведены в порядок все муниципальные территории. С наступлением устойчивой теплой погоды планируется высадить 50 тысяч саженцев. Пройдет пять субботников. Общеобластной состоится 16 апреля. На главной площадке будет организована прачечная программа «Горячее питание». Эта площадка определена набережной Малого Тречевского округа. Затем участники форума перешли к обсуждению вопросов из зала. Крыс развелось немедленно. Вот постоянно ходят на море до этих крыс. Они уже на скорости едят там. И ремонт наш погрызут. Антисанитария на контейнерных площадках, парковка под окнами жилых домов, опиловка и ликвидация аварийных деревьев. Реконструкция Володарского шоссе, проблемы с управляющими компаниями. Вопросов на форуме прозвучало много. Все они были взяты на контроль представителями профильных бедомств, присутствовавших на управдоме. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.